МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей 4024 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, ГАЗ! Какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не допустить утечки? Безопасность на дороге сотрудники ИБДД напомнили, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю. С юбилеем детский сад номер 47 отметил 30-летие. Далее расскажем обо всем подробно. Страховые пенсии россиян проиндексируют на 5,9% с 1 января следующего года. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7% с 1 апреля 2022 года в соответствии с индексом роста прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум пенсионеров в среднем по стране составляет 10 022 рубля. В следующем году он увеличится до 10 277 рублей. С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль. Социальный – 10 307 рублей. Также с 1 февраля 2022 года на 5,8% проиндексируют и другие ежемесячные выплаты, которые получают федеральные льготники. Размер выплат зависит от статуса получателя. Ногинск, Елец, Нижний Новгород, Екатеринбург. С наступлением осени Россию накрывает волна взрывов бытового газа в многоквартирных домах. Часто это связано с тем, что граждане включают газовые приборы для обогрева. Какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить утечки? Расскажем в следующем репортаже. Взрывы газа в жилых домах все чаще происходят во многих городах России. Последствия этого очень печальные – разрушенные дома и поломанные жизни. Каждый год из-за взрыва газа погибают несколько десятков человек. Так, например, 8 сентября в Ногинске взорвался девятиэтажный дом. По одной из версий произошедшего, жители использовали газовую плиту для обогрева помещения. Первое – выжигает кислород, в результате чего может произойти затухание комфорок с последующим выходом газа и срывом. А второе – выжигает кислород, угарный газ выделяется. Плиту необходимо использовать только по назначению и ни в коем случае не оставлять газ зажженным на целые сутки или даже на ночь. Важно также запомнить, что замену и ремонт газового оборудования могут выполнять только работники газовой службы. Нельзя этого делать самостоятельно. Раз в год сотрудники обязательно проверяют в домах исправность работы газа. Если не открывают квартиру, мы приходим, оставляем уведомления о том, что был слесарь газовой службы. Также мы повторно ходим по этим адресам по несколько раз, пытаясь добиться того, чтобы доступ был стопроцентный. Чтобы избежать беды из-за утечки газа, специалисты рекомендуют устанавливать в квартире или подъездах специальные датчики и сигнализаторы загазованности, а также приобретать плиты, защитные системы и газконтроль. Также нужно запомнить несколько правил, если у вас в доме газовая плита. Чтобы всегда плита была чистая, соответственно, в случае запаха газа незамедлительно обратиться в газовую службу, открыть форточки, проветрить помещение, звонить по телефону 04, значит, с сотого телефона 104 или 112. Также при появлении специфического запаха в помещении необходимо перекрыть все краны на плите и газопроводе. Звонок в аварийную газовую службу бесплатный, с любого телефона и в любое время суток. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ужесточить получение разрешения на оружие предложила Росгвардия. Если законопроект одобрят, то те, кто хочет получить лицензию, будут проверять МВД и ФСБ. Силовики откажут, если посчитают, что это повлечет угрозу общественной безопасности. Также по итогам проверки могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Все участники программы «Молодая семья» реализовали субсидии, которые получили от администрации Сарова на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает Управление по жилищным вопросам. Десять семей, в которых воспитывают 18 детей, приобрели 567 квадратных метров жилья на общую сумму более 40 миллионов рублей. Также четыре однокомнатные квартиры передали сиротам старше 18 лет. Учеников 7-10 классов и первокурсников средних специальных учебных заведений приглашают принять участие в просветительском проекте «Ледокол знаний Homo Science Project» в рамках Года науки и технологий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте polus.atom.online и ответить на вопрос викторины, который будет проходить до 27 октября. Также участникам предстоит выполнить творческое задание. 10 ноября определяют 25 финалистов, которые отправятся в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет победы» летом 2022 года. В Нижегородской области продолжает расти число новых случаев COVID-19. Причиной подъема заболеваемости стал более агрессивный штамм коронавируса и несоблюдение гражданами мер профилактики. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на онлайн-конференции. Люди очень расслабились. Подавляющее большинство пациентов, лежащих сегодня в стационарах, непривитые. Это люди, которые не придерживались правил в плане безопасности коммуникации с другими людьми, подчеркнул министр. По его словам, в четвертую волну болезнь у пациентов протекает примерно так же, как она протекала в третью. Симптомы нарастают очень резко. Чаще всего интенсивно заболевают люди в возрасте с хроническими заболеваниями. Точка невозврата – 7 дней после дебюта заболевания, то есть проявления первых симптомов. После этого становится понятно, по какому сценарию пойдет заболевание, отметил Мелик-Гусейнов. Министр здравоохранения региона также подчеркнул, что сейчас в обществе есть две большие группы граждан. Те, кто вакцинировался, и те, кто до сих пор этого не сделал. Сейчас вирус начинает гулять между этими двумя группами, и мы доподлинно не знаем, насколько вирус мутирует и приспосабливается к этой благоприятной для него среде размножения, подчеркнул он. Водителям рекомендуют задуматься о замене летней резины на зимнюю после 20 октября. Как отметил ведущий сотрудник центра ФОБОС Евгений Тишковец, к 20 числу среднесуточная температура снизится до плюс пяти, а в конце месяца может выпасть первый снег. Почему важно вовремя заменить резину, расскажем в следующем репортаже. Лед и снег – далеко не все сюрпризы, которые осень может преподнести автолюбителям. Чаще всего автовладельцы ориентируются на погоду и при первых заморозках торопятся в автосервисы, чтобы переобуть своих железных коней. В зимний период, это декабрь, январь, февраль, запрещается эксплуатация транспортных средств категории М1, но это легковые машины, скажем так, неукомплектованных зимними шинами. То есть в зимний период на всем легковом транспорте, включая грузовики до 3,5 тонн, у нас требуется установка ошипованных шин. Главное отличие зимних шин от летних – их способность ездить по снегу и наледе. Небольшие канавки протектора летней резины быстро сбиваются снегом. В результате тормозной путь вырастает в разы. Есть опасность заносов, а зимние колеса снижают вероятность аварийных ситуаций. Судя по погодным условиям, где-то к началу уже ноября рекомендуется устанавливать ошипованные шины на машину. Так называемая, да, всесезонная резина, она, конечно, разрешена, но лучше, конечно, это вот именно ошипованные шины, как бы более надежно, более, скажем так, безопаснее для движения. Перед сменой резины необходимо оценить состояние старых покрышек. Так, если толщина протектора менее 4 миллиметров или истек срок годности резины, то ее стоит заменить на новую. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В правительстве хотят ужесточить наказание за пьяную езду. Это коснется всех видов транспорта – колесного, самоходного, водного, авиационного и железнодорожного. Вице-премьер России Марат Хуснулин поручил ведомствам до 1 ноября разработать предложение по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, принимая во внимание степень опьянения. Кроме того, Хуснулин поручил разработать возможность пожизненно лишать прав тех водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения повторно. По словам Хуснулина, 88% всех смертей в результате ДТП из-за нетрезвого вождения связаны с тем, что у виновников аварии содержится более 1 промилле алкоголя в крови. Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 3 лет срока лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде. 30-летний юбилей отметил детский сад номер 47. Основное направление дошкольного учреждения – познавательно-творческое развитие детей. О прошлом и настоящем детского сада расскажем в следующем репортаже. Приготовились. 3, 1, минус 2, 5, 2. Ответ 9. Японскую методику под названием «ментальная арифметика» практикуют в детском саду номер 47 четвертый год. Такая технология помогает в нетрадиционной и интересной форме обучить детей устному счету. Воспитанники учатся считать при помощи абакуса, выполняют упражнения на концентрацию, внимание и логику. Наши детки справляются очень хорошо. И в школе это им, конечно, очень помогает. Эта методика развивает память, внимание, мышление, что в дальнейшем способствует тому, что они легко осваивают математику и иностранный язык. Ну и также во всех других предметах это способствует их успеху. Этой осенью детский сад номер 47 празднует свой 30-летний юбилей. За это время он несколько раз менял свое название. Первым руководителем дошкольного учреждения была Людмила Валерьевна Агеева. Сейчас в детском саду остались и те люди, которые работают здесь с самого основания. В детском саду более 300 детишек. И каждого ребенка встречают с любовью и радостью. Мне нравится спать. Мне еще нравится и кашу есть, и на прогулку ходить. Мне нравится с моим братом играть. Мы часто с ним играем, либо в догонялок, либо что-то там делаем. Вешаем шары, пишем пожелания, поздравляем друг друга. В учреждении работают инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Наряду с воспитанием приоритетное направление детского сада номер 47 – познавательно-творческое развитие ребят. Педагоги проводят с детьми занятия по ментальной арифметике. Это занимаются с детьми старшего дошкольного возраста. Занятия с блоками дьениша. Это для детей 3-4 лет. Есть у нас педагог доп. образования, который занимается с детьми в кружке мозаика. Ребята тепло поздравили свой родной детский садик и подготовили для него музыкальный подарок. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Благодарность за опасный и тяжелый труд сотрудники конно-спортивного клуба Саров устроили для детей саровских пожарных бесплатное катание на лошадях. Также ребята смогли пообщаться с животными, угостить их морковкой и сахаром. Подробности в следующем сюжете. Эту красавицу зовут Сказка. И она арабской породы. Общение с лошадьми – это настоящий релакс. Верховая езда снижает стресс и тревогу, а также поднимает настроение. Лошадь – это животное необыкновенной грации, гармонии и красоты. Кони обладают сильной энергетикой, поэтому положительно влияют на физическое и эмоциональное здоровье человека. В честь профессионального праздника специальной пожарной охраны и в благодарность за их нелегкий труд руководители конно-спортивного клуба Саров организовали для детей-огнеборцев бесплатную верховую езду. Такая тетенька была добрая, что мне очень понравилось кататься. Я в первый раз катаюсь на таких красивых и хороших лошадях. Они добрые, милые, разного цвета. В конно-спортивном клубе можно профессионально заниматься верховой ездой. Для гостей организуют конные прогулки. Сюда с удовольствием приезжают как взрослые с детьми, так и школьные классы. И неудивительно, ведь кроме лошадей здесь встречают кошки, собаки и даже козочки. Сегодня понравилось такие ощущения, когда ты садишься на лошадь и каталась только на маленькой. Когда садишься на большую, это очень страшно, но весело. Она трясется хорошо. Сегодня понравилось, что тетя была добрая, с которой мы ехали, и лошадка была спокойная. Они добрые, они умные. Близость природы и общение с лошадьми приносит особенно много радости городским жителям. В конном клубе Саров приятно отдохнуть душой и телом. Во-первых, это море положительных эмоций, особенно для детей. Это знакомство с лошадью, это новые ощущения. Для взрослых, я думаю, что просто приятная прогулка на свежем воздухе, встреча со знакомыми, с друзьями. Конно-спортивный клуб находится за третьим КПП и работает ежедневно с 15 до 19 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-987-750-91-13. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!